Всем привет! Срочная и очень важная новость для всех, кто любит вселенную Властелина Колец и с нетерпением ждет такой многообещающий сериал от Amazon и Warner Bros. Итак, под барабанную дровь спешу сообщить вам, что сценаристы и шоураннеры нового сериала, которым американский медиагигант доверит свой миллиард, наконец, стали известны широкому кругу общественности. И сразу опережая самый популярный вопрос, хочу сказать, увы, к превеликому сожалению многих, новозеландца и отца-основателя канонической трилогии о мире Властелина Колец, с которой, уверен, еще будут сравнивать новый сериал, в их числе нет. Так кто эти загадочные люди, которым выпал шанс создать нечто небывалое ранее в телеиндустрии? Кто распорядится колоссальной суммой денег от Amazon? Что из этого может получиться и что будет означать для нас с вами отсутствие Питера Джексона в команде? А также не появится ли среди создателей сериала еще одно очень известное имя? Обо всем этом вы узнаете уже через несколько секунд. Итак, начнем сразу с главного. Буквально на днях стало известно, что шоураннерами сериала по миру Властелина Колец, которые, скорее всего, и напишут для него сценарий, стали Джон Пэйн и Патрик МакКей, которые работали в качестве сценаристов, правда, в сотрудничестве и с другими авторами, над достаточно успешной лентой Star Trek. Бесконечность. Сейчас же этот дуэт вроде как трудится над четвертой частью Звездного пути и четвертым фильмом из вселенной монстров Universal Godzilla vs Kongo. Так что одно мы с вами уже можем сказать точно, экшен эти парни создавать умеют. А вот что уже сейчас с жаром обсуждается как простыми любителями сериалов и творчеством Толкина, так и видными медиаэкспертами, так это что Амазон доверил свой, без сомнения, самый амбициозный и громкий, не говоря уже о том, что дорогой проект, дуэту, во-первых, не имеющему, по сути, никакого опыта работы в телеиндустрии, ведь до того и Патрик, и Джон трудились только для кино, а во-вторых, и вовсе молодым ребятам, о которых и информации-то в сети по большому счету толком не сыщешь. Согласитесь, в наше время это большая редкость, так что звездами, по крайней мере, пока что этих двоих уж точно не назовешь. Впрочем, как знать, возможно, ставка на молодую кровь и новый, так сказать, не Джексоновский подход к сценарию и оправдает себя. В конце концов, на момент старта Игры Престолов у ее шоураннеров и сценаристов Дэна Уайса и Дэвида Бенёфа также не было толком опыта работы для телевидения, но в итоге они всем доказали свой высокий профессионализм. Что вы думаете на этот счет? Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и возвращаемся сразу к теме. Короче говоря, новоиспеченные шоураннеры, без сомнения, также чувствуют на себе неслабый груз ответственности и вот так комментируют свой новый проект и участие в нем. Богатый и сложный мир, созданный Джоном Толкином, полон величия, любви и мудрости. Мы абсолютно счастливы, что работаем с Амазон, дабы воплотить его в жизнь еще раз. Мы чувствуем себя как Фродо, отправляющийся в путь из Шира. Нам доверили ответственное дело и это начало путешествия всей нашей жизни. Что ж, тут парней в высокопарности ты и не обвинишь, ведь данный проект и в самом деле имеет шансы кардинально изменить их жизни. И все же, решение Амазон, честно говоря, по крайней мере пока, вызывает очень много вопросов. Чем руководствовалась студия, привлекая этих ребят и куда не поведут весь проект, пока что это, увы, загадка. Да и что там рассуждать, если оказывается, что сами переговоры по проекту и до оформления всех нюансов и формальностей закончились всего-навсего лишь месяц назад, несмотря на то, что о планах самой экранизации и сотрудничества Амазон и Толкен Эстейт стало известно еще в 2017 году. Ну а несмотря на это, новоиспеченный руководитель студии Дженнифер Салки недавно рассказала, что зрителям не стоит надеяться на уж слишком скорый дебют, так как лишь около месяца назад они с Саймоном Толкеном, это внук знаменитого писателя и нынешний глава Толкен Эстейт, пришли к согласию. В общем, судя по всему, бюрократическая машина больших компаний работает медленно, так что нам с вами надо настраиваться на долгое ожидание. Ну и к еще одной крайне важной теме, которую мы с вами сегодня просто не можем обойти стороной. А как же Питер Джексон? Что насчет его участия в новом сериале? Что я тут могу сказать? Сам он говорил, что на данное время не участвует и даже вроде как не рассматривает вариантов участия в проекте от Амазон. В то же время все та же Дженнифер Салки высказывалась более обтекаемо, мол, с Джексоном все еще ведутся переговоры и бла-бла-бла. Сейчас же мы можем уже абсолютно точно сказать, что сценарием он заниматься не будет и разве что поучаствует в качестве режиссера, что менее вероятно, или консультанта. Здесь я хочу напомнить, что именно место шоураннера, уже занятое сейчас, раньше пророчили Джексону. Если же говорить реально, то думается мне, прославленный новозеландец, скорее всего, вообще обойдет телевизионного властелина колец десятой дорогой. Ведь давайте вспомним, он-то из-за Хоббита в качестве режиссера братца особо не рвался, судился со студией и только уход Гильермо Дель Торо заставил Джексона все же сесть в режиссерское кресло. Теперь же у него и вовсе новый интересный проект и Питер снимает очередные блокбастеры и, судя по всему, не спешит пережевывать всю ту же жвачку по третьему разу, особенно учитывая тот факт, что уже Хоббит, несмотря на финансовый успех, сорвал достаточно много критики и уж точно даже сравниться не смог с предыдущей оскароносной трилогией. Так что лично для меня вопрос участия, а точнее не участия Джексона в новом сериале практически решен. А для вас, что вы думаете на этот счет, появится ли прославленный режиссер в сериале, и если нет, что это может означать? Пишите комментарий, а я как раз сейчас попробую донести свое видение этого вопроса. Что сказать, участие Питера Джексона в проекте само по себе, скорее всего, означало бы определенную, достаточно высокую его планку, и это, без сомнения, хорошо. То есть такой опытный и знаменитый мастер, обладатель Оскара и так далее уж точно не стал бы снимать всякую пургу. Но при всем этом ситуация это не так уж однозначно. Ведь абсолютно точно можно сказать, проанализировав предыдущие шесть фильмов, что на второй трилогии Джексон начал выдыхаться. Да, все получилось на уровне, зритель одобрил, но все же это было уже далеко не то. К слову, тот же Дельер Магель Тора в свое время очень скептически отзывался о манере своего новозеландского коллеги и фэнтези в стиле Толкина. Правда, увидеть его собственное детище нам так и не удалось. Хотя, кстати, как вам такой вариант? Ведь о режиссере будущего сериала нам еще ничего не известно. А Дель Тора, в свою очередь, около двух лет плотно занимался темой. Вот его цитата. «Я прожил в богатейшем мире Толкина почти два года. Я дышал ими, занимался его проработкой, но теперь с величайшим сожалению вынужден отказаться от постановки этих замечательных фильмов». То есть, вы понимаете, этот чувак уже лучше большинства своих коллег знает мир, который как раз-таки будут экранизировать. У него, без сомнения, есть свои наработки, а у Амазон бабло и, надеюсь, классный материал, чтобы привлечь к себе двукратного обладателя Оскара. Так что это пока что только лишь мои предположения, но, как по мне, то шансы есть. Тем более, что я пока таки не слышал о новых проектах прославленного мексиканца после формы воды, если не считать разве что сценарий для второго тихоокеанского рубежа. Но мы отвлеклись. Итак, отсутствие Питера Джексона, с одной стороны, не дает вообще никаких гарантий, но при этом дает все-таки шанс нам, как зрителям, увидеть что-то новое. Что-то не похожее на того Властелина Колеца или Хоббита, что-то свое. Ну а новое, как вы знаете, всегда может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, тут уж не угадаешь. В этом вопросе пока что создается впечатление, что Амазон пошли ва-банк. Что странно, когда на кону у тебя миллиард. Ну и еще вопрос. Что мы с вами все-таки знаем о Джонни Пенни и Патрике Маккее, которым американский гигант доверил судьбу будущего сериала? Знаете, честно, я старался найти информацию об этих парнях, но по большому счету все, почему мы сейчас можем их оценивать, это соавторство в сценарии к Стартреку Возмездия. Что ж, тут, конечно, мнения у всех разные, но если говорить в общем, то в данном фильме именно сценарий, как ни странно, подвергся большей критике, чем все остальное, ну разве что еще игра актеров. Главными аргументами против, которые мы слышали, были обвинения в посредственности, вторичности и предсказуемости. При этом все отмечали классный экшен и картинку, что, впрочем, не такая уж большая заслуга именно сценаристов. Так что на данное время отзывы о парнях достаточно спорные. Кстати, если кто-то из вас нарыл информацию о них побольше, огромная просьба, поделитесь ею, хоть ссылку оставьте в комментариях, буду очень благодарен. Ну а в защиту дуэта шоураннеров хочу сказать, что на данное время они работают как минимум над двумя очень крупными и дорогими проектами. Это не считая «Властелина колец», так что, судя по всему, боссы киноиндустрии им доверяют. Что ж, хочется им поверить и мне, ведь уж очень жалко будет, если такую тему, как вселенная «Властелина колец», да еще и при таком немыслимом бюджете, в результате просто сольют. Что же касается сюжета, даты, команды и так далее, тут пока что, к сожалению, ничего нового. Темой вроде была заявлена история молодого Арагорна, но при этом сами Амазон этого пока что не подтвердили. Насчет команды, то сегодняшняя новость о шоураннерах первая из официальных на данное время, ну а дата выхода это, судя по всему, не раньше 2020 года, как раз через годик после финала «Игры престолов», когда, как говорится, трон слегка остынет. Такие вот дела на данное время. Это все новости. Надеюсь, что новые молодые шоураннеры на 100% справятся со своей задачей. Ну и давайте ждать свежей информации касательно режиссера, будущего проекта и всего остального. Я же, пожалуй, сейчас буду закругляться. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если у вас есть чем поделиться в комментариях, смело пишите, давайте пообщаемся там. Ну а кому было интересно смотреть, поставьте палец вверх, ну и не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще не наш подписчик. Что ж, уже скоро мы с вами увидимся в свежих выпусках, а пока что всем пока!